Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. В 2015 году у меня была попытка суицида. Мы поставили еще за принятие. Муж со мной развелся. С тех пор я переехал к маме и живу с ней уже с ним 7 лет. Мне 37 лет, маме 59. Я хочу переехать в другой город, мамы меня не отпускали. Вообще контролируют постоянно. У нас есть еще одна квартира. Я туда ухожу на выходные. Пробовал несколько раз жить там отдельно. Но через 2-3 месяца все равно возвращаюсь к маме. То она позовет, что со мной становится скучно. Как мне нужно уехать от мамы? Как сделать, чтобы она меня меньше контролировала? Я работаю, занимаюсь йогой. Ну, смотрите, аноним. Мне думается и видится эта ситуация таким образом, что Вы не особо видите смысл уезжать. То есть, условно говоря, зачем? Куда? К чему? То есть, нет, мотивации, вот, вам, по крайней мере, уезжать. На мой взгляд, Вы не заинтересованы в том, чтобы уехать сейчас. Можно подумать о мотивации, Вам нужно подумать о том, чего Вы хотите. То есть, я бы обратил внимание на то, что Вам становится скучно. Вот скука здесь, это, по моим ощущениям, такое, как бы, вытеснение, что ли, чего-то, ну, наверное, очень важного. То есть, как бы, Вам, по-видимому, становится само собой, да, как-то вот, ну, комфортно, возможно. И, Вы хотите, как бы, ну, на кого-то переключить свое внимание. Ну, да, в данном случае это вот мама. Вот, так это, по крайней мере, выглядит с моей стороны. Ну, с точки зрения моего восприятия так это выглядит. Вот, и, да, у Вас совершенно очевидно есть травма развода, да, потому что, ну, развод без травмы не бывает в данном случае. Это первый момент. Второй момент, так то, что, вот, есть проблема этих личных границ у Вас. То есть, где я, где ты, вот, это то, что мама вас запускает. Это про это, про это, про это, про это история. Вот, и есть, на мой взгляд, ну, довольно слабая опора на себя, что Вы себе не доверяете. Вот, соответственно, если человек себе не доверяет, то он, как-то, есть опору во мне. Вот, ну, в других людях. Вот, в данном случае Вы, в маме, как бы, эту самую опору пытаетесь, вероятно, найти. Что касается Вашего заболевания, то здесь опять же нужны рекомендации, во-первых, по лечению, во-вторых, по психотерапии. Вот, и, соответственно, психотерапия, наверное, все-таки имеет смысл хотя бы периодически проходить, да. То есть, если Вы лечите, если медикаментозно, это хорошо, но вот психотерапия, психотерапия тоже имеет смысл проходить. Вот, то есть, обратите внимание, да, что Вы с мужем сначала жили, потом начали жить, как бы, с мамой, вот, и как-то одна-то Вы куда идете по жизни? Сейчас вот, куда? Чего, чего Вы хотите? Как у Вас внутренняя свобода? Потому что, часто бывает так, что человек, вот, после того, как ему, ну, вот, поставили диагноз, да, он, наоборот, как бы, занимается в себе и имеет трудности с выражением своих, ну, эмоций, чувствует, боится, что, ну, боится, что это проявление болезни. Вот, поэтому, на мой взгляд, вот, я лично почувствовал некоторое зажадство у Вас, некоторую скованность почувствовал, вот, некоторую подавленность почувствовал, и можете быть уверены, что, конечно, с точки зрения медицины, возможно, это вызвано, как раз таки, каким-то, ну, заболеванием, но, на мой взгляд, это вызвано именно, вот, страхом. То есть, у Вас, очевидно, есть страх. Вот. Скука, опять же, в Вашем контексте, у меня больше ассоциируется со страхом. То есть, когда Вы написали, что самой становится скучно, вот, мне как-то показалось, что Вы боитесь, начинаете бояться. Вот. Поэтому вопрос не в том, как мне уехать навсегда от мамы, от мамы. Вопрос в том, куда, ради чего мне уезжать. Ведь Вы же хотите к ней возвращаться сейчас. То есть, получается, что в данной ситуации Вы, ставя вопрос так, будете саботировать сами себя. Потому что Вы же хотите к ней вернуться, да, и, соответственно, Вы же понимаете, а зачем. Вот. Как-то так. На этом все. Я надеюсь, что помог Вам. Буду благодарен за обратную связь с полным ответом. Позволит Вам начать на свою работу. Желаю Вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Удачи. Удачи. Удачи.